Приветствую вас на первом циничном канале сегодня у нас в гостях Дмитрий это наш комрад мы вас приветствуем из Светогорова и вот хотелось бы поговорить об оптимизации жизни через оптимизацию работы потому что многие комрады не понимают ну работа все она съедает там 80 90 процентов времени вот у Дмитрия получилось на мой взгляд 100 процентов получилось и работать и все-таки ну не выпиливать себя из жизни откровенно Дмитрий тебе слово потому что история действительно редкая для многих работа это все-таки тюрьма как у тебя ну для меня всегда путешествие было на приоритетном уровне даже я раньше этого может и не понимал потом с молодости я начал предпринимательскую деятельность ну чем дальше в лес тем больше дров скажем и у нас стране такие условия сложились что ну честно заниматься предпринимательством ну просто нерентабельно ну и судьба вывела на наемный труд и тут я в полной мере раскрылся для путешествий езжу на фурах дальнобойщиком за последние семь лет объездил практически всю страну живу в красноярске и вот по меридиану скажем заполярный круг ездил до монголии до москва владивосток год отъездил с собой велосипед на широких колесах байкал весь наверно в круг я ну не в круг скажем так на каких-то определенных местах недалеко от трассы но столько мест узнал куда можно вот фактически так время проводить никакой за границей она не нужно что касаемо зарплаты определил себе скажем в пределах 100 тысяч и этих денег я считаю что среднестатический работник зарабатывает всего лишь за полгода о вернее за год а я их зарабатываю за полгода поэтому меня полгода практически свободны и я не растягиваю маршруты я концентрирована скажем ну дальнобойщики такой человек который встал со спальника и тут же на работе и вот работаем мы примерно 12 16 часов конечно это на перекос закона ну такая вот наша доля маршруты выбираю работу вернее выбираю последнее время там где интересно сейчас данный момент работают в москве все закоулки ввожу металл постройкам удовлетворение получаю именно от самого процесса не только от процесса а еще от того какую я выполняю работу скажем строительство москвы все равно это благое дело больше чем какое-то коммерческое участвовал в нефтедобывающей как бы отрасли не получил того удовольствие кайфа как нашу страну дует участвовал в строительстве и венкийских поселков больше удовлетворения с владивостока возил лекарства в москву рыбу туда возил парфюмерию продукты питания вполне удовлетворен то есть качеством количеством и заработанными деньгами ты говорил вот там допустим за четыре дня 400 километров маршрут сделать что просто посмотреть чтобы не гнать так получилось я сам в логистике много задействован понимаю саму суть если я выгружаюсь скажем в улан-удэ и понимаю что в улан-удэ с улан-удэ в москву я не ничем не загружусь загружусь в иркутске а в иркутске погрузка будет в понедельник-вторник соответственно вот мне судьба предоставила четыре дня вдоль байкала я в каждую нычку заезжаю семью еще собой порой беру заезжаю смотрю шашлыки жарю наслаждаю жизнь не за это еще вроде как и неплохо платить способствует как-то вообще работа дальнобойщика не за расширение сознания просто общался в джордан вилле с нашими но это потомки иммигрантов кто сейчас учится в семинарии но в семинарии монастыря то есть это такая очень приближенных монастырю конторы вот они говорили что если работать то в дальнобойщики эти в штатах если не перегружаться то можно и в семинарии учиться нет начальства постоянно над душой не противоречит скажем так ну вот священник он же не может работать там где-то работа которая будет его отвлекать откровенно вот работа дальнобойщика не отвлекает то есть нет начальства нет нервов лишних нет каких-то разборок там безумных сам себе определяет нагрузку вот почему-то все они в дальнобойщики хотели пойти хотя там мы с деньгами людей нормально было это все-таки штаты расширяет как-то тут двоякая получается как бы сторона медали до две стороны медали первое во первых едешь ни с кем не особо не общаешься по рации себе подобными ну можно сказать какое-то время просто тупеешь едешь едешь монотонно очень много времени а вторая сторона медали она более красивая перспективная во-первых постоянно меняется картинка то есть уже следующий рейс по этому же маршруту другая погода другая дорога другие участники движения другое покрытие ну все абсолютно меняется много видишь людей много новых людей если в кабине не сидеть на тех же разгрузках это как правило какие-то стандартно логоцентры ну чаще вернее иногда бывают какие-то заводы какие-то предприятия где можно выйти ну ты водитель ты все уже вхож проходную проехал ты уже на этом предприятии ты можешь пойти посмотреть как станки работают из чего что делают пообщаться с людьми как они свою продукцию потребляют или нет то есть если скажем они ее не потребляют я эту продукцию из своего рациона полностью вычеркиваю потому что я вижу уже как процесс происходит потом бывает свободное время кстати вот я когда ездил москва владивосток там минус что свободного времени практически нету пилишь пилишь и пилишь объем большой маршрут длинный то есть сроки сжатые скоропорт как правило везешь бывают такие как бы работа где просто стоишь ожидаешь в грузишься долго тут другое поле можно интернет везде есть можно самореализовываться через какие-то дополнительные работы просто самообразованием заниматься просто фильмы те же смотреть тебе за это еще и деньги платят просто смотришь любимый фильм как минимум командировочные тебе идут просто отдыхаешь высыпаешься можешь поставить машину в каком-то городе пойти по изучать достопримечательности если ты понимаешь что тебя никто не дернет никому ты там ожидаешь именно погрузки там день-два-три может я раньше так вот многие города просто изучал когда еще было не так жестко с грузовиками въезды в городах я под знак грузовой все города проехал через все центры все посмотрел так из сиденья скажем так водителя и через стекло когда время есть останавливаешься смотришь уже более глубоко какие-то достопримечательность интернет в помощь ну тогда последний вопрос твоя работа вот для тебя способствует счастью или нет потому что много людей скажем так но они не счастливы они работают они не могут не работать потому что есть что-то нужно но в целом жизнь его несчастна соответственно работа обеспечивает его несчастную жизнь это как у слепакова там перестал денег хватать на этом поганую жизнь у тебя работа обеспечивает счастливую жизнь или несчастную или среднее что-то или хотя бы на ноль вышел не однозначно счастливую то То есть с транспортом я, ну, вообще на «ты». И как-то вот с детства мотоциклы, машины. И прошел, наверное, по транспортной отрасли от слесаря до начальника предприятия работал. И вот и пешником, и по найму. Во всех сферах, когда я работал, я получал полное удовлетворение. Ну, скажем, не везде в финансовом, ну, в принципе, это такая, скажем, скользкая позиция. Где-то там недополучил, потом в другом месте получил больше, чем даже ожидал. Так что это восполнимое. А вот именно сам процесс, что-то мне не нравится. Вот мне надоело ездить по длинным расстояниям. Я на короткое перешел. Надоело вообще. То есть другие, более важные дела какие-то у меня возникли. Я вообще могу не работать. Могу себе позволить не работать полгода. То есть, как бы, тех денег, которые зарабатываю, либо запас, либо там как-то себя урезать. Я вполне пользуюсь этими возможностями своими. И поэтому, то есть, счастливо однозначно. Ну, хорошо, спасибо. Вот, друзья, вот, пожалуйста, живой пример того, что работа может быть, ну, не продолжением ада, а до этой жизни. Того, что она может очень близко соотноситься с творчеством. И обеспечивать действительно счастливую жизнь. Потому что многие, как бы, воспринимают работа, это рабство, но это рабство неизбежное. Вот, пожалуйста, конкретный вариант. Потому что мне не верили один человек. Вот еще человек, который смог, ну, сделать счастливую жизнь. Даже с работой. Но с работой все-таки такой. Еще такая вот ремарка. Что касаемо по зарплате хотел бы, ну, воодушевить или предупредить. Вот, ребята, многие работают в нашей стране с зарплатой в каких-то частных предприятиях, в мелких, в крупных кинуть, ну, не составляет никакой труда, проблемы работодателю. Считает это нормой, должным. Работайте качественно. Выполняйте свои профессиональные должностные обязанности. И вам воздастся. Потому что у нас в любом случае есть суды, есть какие-то профсоюзы, которые, кстати, при нормальном отношении все это работает. Не надо, то есть, польщаться на какие-то там догмы, что ничего никогда не работает. Попробуйте, возьмитесь и делайте. Водитель, это такой человек, который везде оставляет следы. Путевой лист, глонасс, тахограф, ТТНК. Вы всегда докажете свою правоту. Делайте распечатки, делайте копии. И с этим пакетом документов работодатель просто вам рассчитается, еще и сверху даст. Я вот уверен в этом просто. То есть, вот ты говорил, там благоприятный опыт создания профсоюза был в какой-то, не помню, организации. Я в профсоюзе дальноборщик состою. Ну, там, как бы, скажем, отцы и братья на путь наставляют. Но опыт уже позволяет самостоятельно заниматься всем, делать. Ну, хорошо, спасибо.